Сотрудники ФСБ и других спецслужб тоже сдаются в ССУ. Что вам известно об этом, учитывая, что вы как раз тщательно отслеживаете тему военнопленных с обеих сторон? Какая ситуация в этом смысле? Наши источники, которые имеют, наверное, прямое отношение к Лубянке, они говорят о том, что в целом все в шоке. Потому что никогда в жизни такое количество сотрудников и офицеров Федеральной службы безопасности не попадало в плен. Тем более там с белыми флагами, с таким позором, когда все это еще фиксируется средствами объективного видеоконтроля и аэроразведки публикуются в режиме нон-стоп. Конечно, такого за всю историю ФСБ не было. И сейчас они, кстати говоря, их центр общественных связей и их пиарщики активно приходят в различные телеграм-каналы и в YouTube, в том числе к нам в комментарии, и начинают объяснять, что нет, погранслужба ФСБ, пограничники, это не ФСБ, их просто передали в ведение Федеральной службы безопасности. То есть они даже пытаются каким-то образом защитить Лубянку от этого вселенского позора. Конечно же, военнопленные ФСБшники – это очень ценные персонажи для обмена. И, конечно, Украина сейчас будет предъявлять в ходе переговоров выдвигать значительные требования и, наверное, в первую очередь освобождать тех же бойцов полка АЗОВ, которые так или иначе в любом случае подвергаются сейчас наиболее жестоким пыткам в России.